Ботанический сад – одна из достопримечательностей Донецка. Здесь собраны уникальные коллекции цветовых кустарников со всех уголков мира. Но наслаждаясь природой, дончанам часто не хватает цивилизации. Для туристов здесь созданы все условия. Есть тематические маршруты по интересам посетителей и по направленностям. Также рады иностранцам. Для этого специально разработали англоязычные экскурсии. Донецкий ботанический сад предлагает экскурсию, общую обзорную экскурсию по ботаническому саду, отдельную экскурсию по фондовым оранжереям, по нашим зимним садам. И, конечно, если приходят специалисты, то мы проводим специализированные экскурсии по коллекциям. Гулять знойным летом, наслаждаясь буйством красок осенью – любимое занятие Юлии и ее семьи. Всегда, когда выдается свободный день, девушка приезжает сюда и может проводить здесь целый день. Единственная проблема – негде поесть и купить воды. Здесь всегда так красиво, столько цветов. Осенью, летом, весной – здесь всегда нам рады. Но есть одно неудобство. Когда слишком жарко, негде купить воды. Даже шоколадку здесь негде взять. Если бы здесь была какая-то инфраструктура, нам бы посетителям было бы легче. В администрации ботанического сада тоже беспокоятся по этому вопросу. Говорят, отсутствие торговых точек, возможно, и отпугивает часть посетителей. Но решить эту проблему сами не могут. Ведь продавать продукты на территории заповедника, которым является сад, категорически запрещено. Каждый бы хотел, чтобы на территории сада было кафе, где можно просто немного отдохнуть. Но, к сожалению, это не все зависит от нас. Дело в том, что территория ботанического сада, полностью вся территория относится к природно-заповедному фонду. И закон о природно-заповедном фонде не предполагает наличие какой-то вот такой инфраструктуры на территории этих объектов. Кроме этого, жители хотели бы, чтобы на аллеях сада поставили больше скамеек. Не хватает фонарей и подсветки для ночных прогулок. Не оборудованы пляжи водоемов и прудов, которые расположены здесь. Также посетители отмечают, что не всегда понятно, что за растения посажены на клумбах. Не помешало бы обновить таблички и указатели. В администрации надеются, что эти проблемы постепенно решат. Сейчас рассматривают только варианты расположения торговых точек у входа в сад.